МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск Республика в студии Александр Базаров. И сегодня в новостях. Этот день победы. Члены оргкомитета обсуждают, чем должна запомниться юбилейная дата. Будь готов, как Гагарин и Титов. В минувшую субботу жители Чебоксар демонстрировали готовность к труду и обороне. Всем любителям йогуртов и сыров посвящается. В Чебоксарах прошел ежегодный фестиваль молока. Готовность к отопительному сезону, конкурс среди некоммерческих организаций и мониторинг рынка сельхозпродукции. С обсуждения этих вопросов началась рабочая неделя. На еженедельном совещании у главы республики побывала и наша съемочная группа. На дворе осень. Температура в ночное время опускается все ниже. Значит, все коммунальные службы должны быть готовы к началу отопительного сезона. В целом, готовность объектов топливно-энергетического комплекса и жилища коммунального хозяйства составляет более 99%. Во всех муниципальных образованиях основные виды работ завершены. В целом, значит, 54 дома. У нас переводится индустрия на газовое отопление, в которых проживает более 2800 граждан. Это 1213 квартир. Половина многоквартирных домов практически уже перевод осуществлен. И оставшаяся часть многоквартирных домов планируется перевести до 15 октября и до конца октября. Кстати, уже с сегодняшнего дня начинается подача тепла в социальные объекты и жилые дома. Обеспечить город теплом глава администрации Чебоксар обещает до конца этой недели. От обсуждения отопления перешли к реализации социальных проектов. Вернее, к проведению конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления средств республиканского бюджета на реализацию социальных проектов. В текущем году также привлечены федеральные средства. Это порядка 17 миллионов рублей, которые будут разыграны на конкурсной основе. В текущем году было подано 65 заявок для участия в конкурсе. Предварительно это было больше. Мы отобрали те, которые действительно соответствуют конкурсным требованиям. Еще одной темой, обсуждаемой на планерке, стал мониторинг рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. О росте цен отчитался Владимир Аврелькин. В регионе ведется мониторинг с 9 августа. Тоже цен по 40 позициям. Это у нас участвуют почти 250 объектов торговли в республике. И ежедневно сводят вся информация и докладываются в Министерстве промышленности и торговли в РФ. Цены остались стабильными. Это на масло сливочное, сметану, макаронное изделие. И выросли цены на мясо. Мясные продукты, свинину и кур охлажденный порядка 3%. На говядин 2%. Колбасу вареную тоже 3%. Полкопченый, вареную колбасу порядка 1%. Яйца, сыры, твердые и творог жирный. Особо активно на еженедельной планерке обсуждался вопрос о отравлении курительными смесями. Вслед за Кировом, Ханты-Мансийском и Сургутом такие случаи зафиксированы и в Чувашии. К этой теме мы вернемся сразу после информационного выпуска. Подробности в программе по существу. Юлия Важенина, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика. Юбилей бессмертной даты. В мае 2015 года вся Россия будет отмечать 70-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В республике уже начали готовиться к событию. Председатель кабинета министров Чувашии Иван Моторин провел очередное заседание Организационного комитета. Члены Оргкомитета обсудили вопросы о проведении информационно-пропагандистских мероприятий. На страницах печатных изданий созданы специальные рубрики ко дню победы. В средствах массовой информации выходят передачи о событиях и участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла. Премьер-министр Иван Моторин предложил использовать и нестандартные методы работы. У нас сейчас очень популярный город, допустим, Горд оф Тэнкс. Реклама бешеная по нему идет. Почему нам взять два события, связать с войной? С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится меньше. Поэтому сегодня одна из задач общества – сохранить память о них и их воспоминания в первозданном виде. Учреждениями культуры ведется планомерная работа по увековечению исторической памяти народа о событиях и героях Великой Отечественной войны. Мы приказом Министерства культуры утвердили график выезда сотрудников наших государственных архивов сейчас в районные города для описания личных семейных архивов и записи устных воспоминаний участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Соответственно, создается их электронная версия. Сегодня уже заключено соглашение, принято материалом у 116 ветеранов Великой Отечественной войны, которые проживают в 9 районах республики. Работа, конечно, такая большая, кропотливая, но это те материалы, которые останутся навсегда в наших государственных архивах. Министр образования и молодежной политики Чуваши Владимир Иванов также доложил о проводимых мероприятиях. В школах сейчас много занимаются проектной деятельностью, начиная с пятых классов. Ребята генерируют свои идеи, посвященные юбилейной дате, которые находят воплощение не только в молодежных акциях. Около 15% чебоксарских школ имеют телестудии, где создают тематические медиапроекты. Анастасия Алексеева, Республика. В минувшую субботу жители Чебоксара могли продемонстрировать свою готовность к труду и обороне. Более 70 тысяч горожан разных возрастов отправились в составе своих команд сдавать нормы ГТО. Как все прошло, знают мои коллеги Екатерина Абрамова и Сергей Рябчиков. Бег на 100 метров, прыжки в длину, подтягивания, отжимания и упражнения на пресс. Сдача именно этих нормативов ожидала всех, кто посетил фестиваль «Готов к труду и обороне». Представители республиканских и городских органов власти также приняли участие в празднике спорта. На самом деле жители Чувашской республики занимаются физической культурой и спортом. И мы среди регионов Российской Федерации занимаем лидирующие места. Помимо того, что фестиваль ГТО проводился на трех площадках города, каждая школа устроила свой спортивный праздник. Ведь к тому времени, когда комплекс «Готов к труду и обороне» будет введен официально, все должны быть физически подготовленными и стремиться получить значок золотого достоинства. Так что работать нужно усиленно и всем. Это показатель нашей любви к спорту. Кто ленится, он, смотря на вас, будет зажигаться. И тем самым мы все будем всегда в форме. Это очень важно. Каждый из участников субботнего фестиваля по его завершении получил именные учетные книжки с внесенными результатами сданных нормативов. Теперь осталось лишь ждать оставшиеся дисциплины и с гордостью получить знак отличия ГТО. Екатерина Абрамова, Игорь Породчиков, Сергей Рябчиков, Республика. На карте города Чебоксары появится еще одна улица. Правда, совсем ненадолго. С 14 до 18 часов 9 октября улица Карла Маркса превратится в спортивный бульвар. Об этом на заседании Оркомитета по подготовке и проведению международного форума «Россия. Спортивная держава» рассказал глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков. Жители столицы республики уже привыкли гулять по творческому бульвару в день города. Широкая улица, где в шаговой доступности представлены все лучшие развлечения, пользуется особой популярностью у горожан. Спортивный бульвар обещает быть не менее интересным. Будет организованное спортивное мероприятие, шоу-программа, интерактив с жителями города. Практически все федерации, как сказал, будут участвовать. У горожан, жителей столицы появится возможность не просто увидеть работу спортсменов, но и записаться в понравившуюся секцию, в понравившийся кружок, провести переговоры с той или иной федерацией. А начнется утро первого дня форума с зарядки со звездой. Несмотря на то, что она проходит далеко не в первый раз и уже в течение нескольких недель проводятся репетиции с горожанами, организационные вопросы все еще возникают. Первый комплекс упражнений утренней зарядки детки исполнили хорошо. Территориально я находилась в гимназии номер 4, и свою зарядку началась расстановка. Дети 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы, когда начинают зарядку, составляют детей. То есть на вытянутую руку вперед и впереди должны быть и в стороны. Для того, чтобы квадрат он образовался, и чтобы дети не смогли задеть упражнениями друг друга. Национальное телевидение Чувашии проведет прямую трансляцию всех мероприятий, которые пройдут на Красной площади 9 октября. На сайте телерадиокомпания организовано и интернет-вещание. Увидеть историческое событие смогут не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами. Анастасия Алексеева, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика. С сотнями тысяч тонн измеряется количество молока, которое ежегодно производят в нашей республике. Вероятно, недавние санкции эту цифру могут изменить только в сторону увеличения. В минувшие выходные на все многообразие местной молочной продукции чебоксарцы могли посмотреть и не только. В столице Чувашии прошел третий фестиваль молока. Восемь молокоперерабатывающих предприятий Чувашии представили более 20 видов собственной продукции. В то время, как одни производители предлагали попробовать молочные новинки на вкус, другие демонстрировали, как можно использовать молоко в косметических целях. Принять участие в молочном празднике мог каждый желающий, от мала до велика. Мы приехали узнать о новой продукции, какая вообще есть. Много нового. Узнали, там какой-то новый кооператив появился. Выпускает, что там выпускает, коктейли различные на молоке с разными вкусами. Дочки очень понравились. Кисломолочные продукты, молоко, йогурт. Я все очень любим. Грамотами и ценными призами были награждены работницы, надоившие более 7 тысяч литров молока с одной коровы в год. Также в рамках фестиваля были подведены итоги конкурса творческих работ. Глава республики поделился с участниками фестиваля собственным отношением к полезному продукту. Когда руководительным хозяйством работал, рано утром надо было выезжать, когда весенние полевые работы в 4-5 часов утра. И вот мама всегда готовила литр парного молока из-под коровы. Я выпивал, это хватало практически на полдня. Это был очень такой сбалансированный завтрак. Поэтому, кто имеет определенный страх к молочной продукции, надо привыкать, ибо на потребительском рынке сегодня ассортимент большой, достаточный. В настоящее время переработка молока в Чувашии занимаются 12 предприятий. Мы, как потребители, всегда должны задавать вопросы продавцам. Откуда молоко? Где оно произведено? Какова технология содержания коров? В таком случае мы будем достаточно знать и меньше ошибаться при покупке этого полезного для здоровья продукта. Подчеркну с вами обращение к жителям Чувашии Михаил Игнатьев. Дарина Игнатьева, Игорь Поручиков, Сергей Рябчиков, Республика. В рамках фестиваля молока состояла встреча председателя правления Национального союза производителей молока с министром сельского хозяйства Чувашии. За круглым столом обсудили вопросы экспорта и импорта молочных продуктов. За последние два года в России заметно снизились объемы производства молока и сократилось поголовье. В чем причина? Андрей Даниленко поделился с журналистами. На федеральном уровне идет очень серьезные задержки по выплате субсидий для сельхозтоваропроизводителей. И прекратили рассматривать новые инвестпроекты. То есть в 2006 году, когда началась государственная программа нацпроекты, мы увидели рост, мы увидели динамику, развитие. Но, к сожалению, за последние два года остановился рост и началось достаточно резкое падение в целом по стране. Но есть отдельные субъекты, которые за счет собственных ресурсов, за счет собственных каких-то и административных, и финансовых ресурсов, и дополнительных стимулов, все-таки сдерживают вот это вот падение. И Чувашия, республика Чувашия, входит в список тех регионов, которые все-таки сдерживают падение объемов производства молока и падение поголовья. И, скажем так, в республике Чувашия, в среднем, если брать по стране, более благоприятная ситуация, чем в большинстве регионов страны. Но, конечно, невозможно все сделать за счет собственных региональных ресурсов. Без федеральной поддержки решить проблемы молочного животноводства невозможно. Сегодня 8 вечера. Смотрите премьеру нового проекта «Такие же». Это реалити-шоу о людях с ограниченными возможностями. Героями первой серии станут маломобильные инвалиды. И речь здесь пойдет не столько о физических трудностях, с которыми приходится справляться инвалидам, сколько об их чувствах, мечтах, историях любви. Ведущий программы Павел Никитин тоже прикован к инвалидному креслу. Произошло это несколько лет назад в результате несчастного случая. Не пропустите реалити-проект «Такие же» сегодня в 8 вечера на национальном телевидении. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я, Александр Базаров, с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин